Всем привет, дорогие друзья! Давненько с вами не виделись, давно не записывал выпуски Ежевлога, но перерыв на сборной это всегда мертвый сезон и к счастью он закончился. Наши обыграли шотландцев, обыграли казахов с трудом, с штрафного, с помощью бразильцев, но обыграли это главное и думаю, что теперь в сборной России уже открыта дорога на евро, которая пройдет в том числе и в Санкт-Петербурге. Но мы естественно не об этом, мы о локомотиве, а у локомотива неделя получилась не очень интенсивная. Я выделил для себя три темы, которые хотел бы сейчас с вами обсудить. Тема первая, горячая, Нобель Растамян вкинул то, что и так витало в воздухе, то, что РЖД арену собираются реконструировать. Возможно собираются, возможно собираются снести, построить новую, возможно текущую будут модернизировать. Но такие идеи витают в РЖД, витают в локомотиве и это наверное правильно. В какой-то момент у локомотива была самая современная арена не только в Москве, но вообще во всей России. И на фоне побед, чемпионства Лиги Чемпионов новая арена была очень важным фактором того, что количество болельщиков у локомотива постепенно увеличилось с тех самых 300-500, о которых постоянно говорят наши ветераны, до вот уже 15 тысяч, которые были зафиксированы при Науме, средняя посещаемость. Сейчас мы эти цифры только догоняем после эры правления Ольги Юрьевны, но я надеюсь, что когда-нибудь нагоним и даже перегоним. Но сейчас обстановка абсолютно изменилась. Сейчас уже даже в Москве у локомотива далеко не самый современный стадион. Построили свои арены Спартак, ЦСКА, появились обновленные лужники, которые я вообще считаю одним из лучших стадионов. Даже у Динамо появилась своя арена и стадион локомотива уже не выглядит таким центром притяжения, которым был раньше. И даже когда мы говорим про то, что Лига Чемпионов сейчас только в Москве и зовем всех на стадион локомотив, это далеко не так здорово звучит, как приглашать людей со стороны на, например, лужники, как это делала ЦСКА. Просто потому, что нынешние лужники это стадион хай-класса, новейшая современная арена. А стадион локомотив, нынешняя РЖД-арена, был построен в начале века, когда только учились делать стадионы, планировать пространство, думать о том, где что должно находиться и как должно быть комфортно зрителю. К сожалению, в этом плане наша арена проигрывает, поэтому идеи о реконструкции я всецело поддерживаю. Другое дело, что даже вот в этих новостях прозвучало то, что пока неизвестно, будет ли это снос арены и постройка новой, либо это будет масштабная реконструкция текущей, или вообще ничего не будет. Но при этом на обновленной РЖД-арене вполне может не быть крыши, чего мне кажется в 2019 году допускать уже просто нельзя. Все видят, насколько здорово заходит крыша на стадионе в Санкт-Петербурге, насколько здорово зимой туда приезжать и играть в плюс 15, когда на улице минус 30. И на такую арену люди просто тянутся сами по себе, даже не важно кто там играет, что играет. Зенит может играть товарняк с какой-нибудь царовенной звездой и все равно набивается 60 тысяч, просто потому что это круто. Нам, конечно, 60-тысячная арена не нужна, нам хватит и нашего 30-тысячника, но это должна быть арена, оборудованная по последнему писку техники со всеми атрибутами новейшего времени. И крыша это, безусловно, один из таких атрибутов, без которого, мне кажется, сейчас нельзя. Если мы хотим, чтобы в этом вообще был какой-то смысл, потому что строить арену взамен предыдущей, которая и так была построена в 21 веке, ей даже 20 лет нету, но при этом не делать ее на уровень выше предыдущей, это, мне кажется, будет слишком по-рждшному и делать так точно не стоит. Ну, а вообще я всецело за и думаю, что обновление нашей арены, безусловно, нужно, потому что она крутая, она красивая, она символ времени, символ нашего с вами детства, когда мы ходили и любовались этой ареной, но построена она была тогда, когда еще не очень понимали, как должна работать футбольная арена, чтобы приносить прибыль, чтобы завлекать людей, и сейчас, в 2019 году, она выглядит уже далеко не так грандиозно. Второй важной темой недели стало большое интервью Василия Александровича Кикнадзе, данное чемпионат кому. Он обещал после окончания трансферного окна прийти и честно ответить на все возникшие вопросы по поводу трансферной кампании, абонементной политики и всего-всего-всего, что, в общем-то, волнует болельщиков. Не обманул, действительно можно было прислать вопросы, действительно на многие из них он, видимо, ответил, не знаю, сколько их было прислано, но ответил он, действительно, на очень большое количество, и интервью получилось, действительно, большим. В принципе, в этом интервью нету каких-то откровений, нету чего-то прям вот нового, чего мы раньше с вами не знали, но некоторые моменты я для себя отметил. Во-первых, приобретение Жоао Марио с опцией выкупа 15 миллионов действительно безопасное, судя по всему, для клуба, потому что мы можем выкупать Марио, можем не выкупать, а можем даже продлить аренду, если верить словам Василия Кикнаца. Это очень здорово, это примерно то, чего я и хотел, и говорил об этом в видео про непосредственно Жоао Марио, о том, что в этой сделке есть достаточно большая степень риска, и если клуб защищен, если он не будет вынужден отдавать в любом случае 15 миллионов евро, вне зависимости от того, как играет Жоао Марио, то это отличная сделка. Если же Жоао Марио у нас провалится, пока мы будем его пытаться встроить в игру, а купить мы его все равно будем обязаны, то это, конечно, сделка уже далеко не так выгодно смотрится, но пока вроде все здорово. Вообще все интервью предварялось вбросом от чемпионат Кома в духе сказок тетушки Оли, о том, как Локомотив чуть не приобрел форварда с мировым именем. К таким сказкам мы уже, я думаю, все привыкли, слушаем их довольно давно, и умеем фильтровать и пропускать мимо ушей, потому что и Дрис Смертинск к нам три раза приезжал, и вообще кто только не приезжал, да только состав у нас примерно такой, какой есть. И только в прошлом году к нам действительно приехали звезды с мировым именем, это Криховик, Хеведас, ну а в этом году Жоао Марио, которого тоже, в принципе, можно относить к таковым. Интересная и довольно странная позиция Василия Кикнадзе по молодым футболистам, в частности, если сравнивать Хвичу Кварацхелию и бразильца Мурила. Напомню, что бразильца Мурила мы взяли за примерно 2,5 миллиона евро и сразу предложили ему контракт на 5 лет. В интервью Василий Кикнадзе сказал, что это бизнес-проект, и брали Мурила мы специально с тем, чтобы через 2-3 года его куда-то продать, либо за большие деньги, либо обратно в Бразилию, как минимум отбив вложения. Это нормальная стратегия, я про нее уже тоже неоднократно говорил, мне нравится такой подход, и я считаю то, что клуб должен быть в какой-то мере бизнес-проектом. Но вместе с тем, отходя от Мурила, мы видим ситуацию с Хвичей Кварацхелией, который полгода убеждал Василия Кикнадзе в своей необходимости, и Палыч в нем души не чаял, говорил о том, что это будущая звезда, но при этом Хвичек Кварацхелия Василия Кикнадзе не убедил, и ему предлагали контракт 1 плюс 3. Честно говоря, вот эта несостыковка у меня в голове не укладывается, я не очень понимаю, почему в одном случае мы действуем как бизнес-проект, и покупаем Мурила, который вроде вообще ничего не показал, Палыч о нем не знает, и в последние годы он даже потерял место в составе своего футбольного клуба. И Хвичек Кварацхелия, который обратная ситуация, восходящая звезда, уже забил за локомотив и вписался в состав, и видно то, что будет прогрессировать, но почему-то ему только 1 плюс 3, и ни на какие компромиссы пойти нельзя. В общем, данная ситуация лично для меня вызывает большие вопросы, хочется некой последовательности. Понравился ответ по спортивному директору, все-таки я услышал то, что эта должность в клубе нужна и важна, когда она появится, пока неизвестно, может быть даже в октябре, и в этой связи мне даже все больше нравится идея о приглашении на эту должность Бориса Ротенберга. Раньше, конечно, ее, как и, наверное, все, считал абсурдной, но чем больше я думаю об этой идее, тем больше она мне нравится. Я смотрю на поведение Бориса Ротенберга на встречах с болельщиками, читаю, что о нем так или иначе пишут его коллеги, его одноклубники, и всегда вижу только самые положительные отзывы о том, что это очень порядочный человек, о том, что он трудолюбив, что он пашет за десятерых, и мне это нравится. Вкупе с тем, что у него хорошее образование, знания иностранных языков, связи и все остальное тоже также на высоком уровне, я думаю, что это точно лучший вариант, чем спортивный директор Василий Кикнац. Это, наверное, похуже, чем Хавьер Рибалта в «Зените», у которого есть там специализированные какие-то знания, но точно лучше, чем то, что у нас есть сейчас, и, наверное, даже лучше, чем то, что у нас было некоторое время назад, вспоминая Кирилла Котова и других замечательных деятелей, которые присасывались к нашему клубу. В общем, идея. Мне это нравится. К минимуму я бы посмотрел на то, что получится. Ну и последнее, наверное, важное, что было в этом интервью, это позиции по Мирончукам, и, опять же, все больше утверждаюсь во мнении, что зимой один из Мирончуков наш клуб покинет. Собственно, Василий Кикнедзе достаточно прямо сказал, что двоих Мирончуков продавать одновременно не будут, а по одному наверняка что-то будет, какое-то движение именно зимой, в зависимости от того, как они проявят себя в Лиге Чемпионов. Это примерно то, что я и говорил в одном из своих предыдущих роликов. Думаю, что бояться этого особо не надо. Надо быть готовым и, получив деньги за одного из Мирончуков, естественно, не отдав его в Зенит, а отдав куда-то в Европу, уже иметь заготовку и понимать, кто этого Мирончука заменит. Если это Алексей, то это должен быть человек, который ведет игру с пасом. Возможно, не обязательно какой-нибудь 20-летний, а взять человека, который уже с опытом, с пониманием игры способен именно дирижировать атаками локомотива. Если это продажа Антона Мирончука, то человека, который двигает мяч, который может пробежаться, может пробить, войти в штрафную, ну, в общем, что-то такое. Главное быть подготовленным и на момент поставления подписи под переходом по трансферам одного из Мирончуков знать, кто именно его заменит. Денег нам за Мирончуков наверняка отсыпят немало, поэтому выбор должен быть большим и очень хочется не прогадать с ним. Но я думаю, что это в любом случае будет хорошим шагом и для клуба, и для самого Мирончука, кто бы это ни был, Алексей или Антон. Вообще, это интервью очень похоже на то, что мы раньше много раз слышали и читали в интервью Ильи Леонидовича Геркуса. И, с одной стороны, это хорошо, потому что клуб имеет некую стратегию, которая придерживается вне зависимости от того, кто непосредственно управляет клубом, это Геркус или Кикнадзе. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а зачем тогда все это было нужно? Зачем нужна была эта смена, которая произошла в январе Геркуса на Кикнадзе? Потому что каких-то серьезных изменений в политике клуба лично я не вижу. Все то, что пропагандировал Геркус, о омоложении состава, о бизнес-проектах, о реконструкции стадиона, все это продолжается и сейчас. И матч-дэи продолжаются, и ругань с Палычем продолжается, и кредиты продолжаем брать. И даже Джона Кеннеди, Кикнадзе в своем интервью упомянул. Но при этом вокруг локомотива очень серьезно вырос негативный уровень, которого никак нельзя допускать, когда мы имеем дело с футбольным клубом и вообще с продажами чего-либо клиента. Клиент всегда должен быть доволен, всегда должен быть на позитиве. А у нас сейчас то сайт не работает, то Кикнадзе что-то скажет, то какая-то инсайдерская информация выльется и очень противоречивая. Вот эти вот все истории с контрактом Гильерни, с уходом Кварацхейли, и все-все вот это вот в таком духе накручивается вокруг болельщиков, и негативный фон растет, растет и растет, что накладывает свой очень негативный отпечаток, в том числе на посещаемости и на общем бренде клуба. Думаю, что надо как-то эту негативную обстановку сбавлять и все-таки растить положительный имидж вокруг. Локомотива при Илье Геркусе он действительно рос и действительно при Илье Леонидовиче именно положительный фон достаточно сильно рос, очень много говорили о клубе именно в положительном ключе. Это вроде бы какие-то незаметные фишки, там как раз лампас разрисовал или сериал вне игры запустили, но при этом о клубе говорили именно в положительном ключе. Сейчас же все больше и больше негатива, причем этот негатив именно у болельщиков, которые вот в последний случай это сайт, который никак не хотел отдавать билеты на Лигу Чемпионов, долгожданную на Ювентус и нельзя такого допускать билеты, это самое важное, что может продавать клуб. И продажа билетов это должна быть самая простая вещь, которую может сделать клуб. То есть болельщик должен купить билет фактически в один клик, то есть вот ему захотелось, он решил расстаться с своими деньгами, он должен зайти на сайт, в два клика купить билет и отдать свои деньги клубу. Потом он уже начнет думать, а не зря ли он отдал 45 тысяч на три матча за Лигу Чемпионов, но это будет потом, у клуба уже есть эти самые 45 тысяч, он доволен, счастлив, а человек просто потратив деньги уже в любом случае придет и заполнит трибуны. Ну и последней темой этой недели, свободной от российской премьер-лиги, стал товарищеский матч между Локомотивом и Спартаком Юрмалой. Как я и хотел, на этот матч Локомотив тихоря пригласил болельщиков. В самый последний момент он объявил, что матч свободен для посещения, это нормальный шаг, потому что запасное поле Локомотива много народу не вместит, поэтому объявление, так сказать, в последний момент это нормальный шаг, кто-то пришел, кто-то порадовался и это, в общем-то, ничего страшного в этом нету. Это как раз тот самый шаг, который позволит немножко сблизить болельщиков, команду, клуб и немножко этот самый негативный фон убавить. В отсутствии сборников Локомотив выиграл со счетом 2-0, оба мяча забил Эдер, к сожалению, нам не показали этот матч, даже нарезки не показали, каким образом Эдер забивал свои мячи, но что-то мы узнали из текстовых трансляций, что-то узнали из впечатлений тех, кто побывал на этом матче. Один из голов Эдер забил после прессинга Хеведеса на чужой половине поля, другой после проникающего паса Коломейцева. В общем, Эдер, который получил примерно столько же времени, сколько и Лука Джорджевич, показал, что как форвард он пока лучше, чем Черногорец. И в целом, опять же, впечатления людей говорят о том, что Эдер был самым активным игроком на поле, в то время как Джорджевич практически не получал мяча. Это не очень хороший знак. Как и в прошлом году, когда мы надеялись на Смолова, Джорджевич это наша главная покупка в линию атаки. И если Джорджевич не заиграет, Локомотиву будет очень тяжело. Пока есть только промах Джорджевича и вот этот вот товарняк, в котором он получил много игрового времени, но особо себя не проявил. Давай Лука, все-таки нужно активнее себя проявлять и уже желательно, чтобы в матче с Сочи какими-нибудь голевыми действиями ты отметился. Из интересного это возвращение к Верквелле и на поле. Наконец-то Саба поправился, пока он может играть совсем небольшое количество времени. Ему отвели 45 минут, но опять же, по впечатлениям людей, их он провел не очень интенсивно и, кажется, пока не готов даже на один тайм. В концовке матча Чорлука едва не получил травму, уже все опровергли, ничего страшного, просто небольшой ушиб, хотя было страшно и люди говорили, что держался он за заднюю поверхность бедра. Ну, будем надеяться, что с Капитаном все в порядке, в матчах с Сочи, в матче с Байером он может принять участие. Из каких-то тактических моментов, наверное, стоит упомянуть долгожданное передвижение Мурила в опорную зону. Я знаю, что многие этого хотели, и сам Мурила говорил, что играл в свое время в опорной зоне в Бразилии. И кажется то, что эта позиция действительно ему подходит неплохо. У него есть отбор, у него есть первый пас, но при этом на позиции центрального защитника с ним возникают какие-то периодические ступоры, непонимание того, куда движется соперник, неуспевание за ним, что можно нивелировать на позиции опорного полузащитника, благодаря подстраховке, благодаря тому, что за его спиной больше пространства и можно, соответственно, его сократить за счет скорости, за счет движения и всего такого. Ну а первый пас и умение сыграть на опережение, которым обладает Мурила, умение играть на втором этаже для опорного полузащитника это очень важные умения, которые позволят ему действительно раскрыться на этой позиции. Посмотрим. Я думаю, что рано или поздно Мурила на позиции опорного полузащитника мы увидим, ну просто потому, что после окончания трансферного окна у нас как было два чистых опорника Баринов с Криховиком, так и осталось. Жуау Марио это не чистый опорник, не способен заменить ни Криховика, ни Баринова. У него абсолютно другие сильные качества, и поэтому, когда Баринов или Криховик получат свои четвертые желтые карточки, мне кажется, то, что заменить их будет призван именно Мурила. Жуау Марио при этом останется где-то ближе к атаке. Ну, в общем, это, наверное, все, что хотелось рассказать на этой неделе. Через два дня уже будет игра с Сочи, а в следующую среду игра с Байером. Смотрите ролик про Байер. Я подробно описал все сильные и слабые стороны, рассказал про футболистов. Из Сочи я надеюсь привести какой-то видеоматериал, сделать живой ежевлог со стадиона. Я еду в Сочи, но при этом вернусь достаточно поздно, поэтому в этот раз обойдемся без стрима и встретимся уже в живом общении после выезда в Ливеркузен. Ну, а на сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok